Пандемия подкинула нечистым на руку гражданам идеи для нечестных заработков. Традиционной площадкой для отъема денег у населения стал интернет. Здесь злоумышленники развернулись, мимикрируя под госструктуры. Например, депутат Государственной Думы Александр Курдюмов нашел псевдосайт государственных услуг, где каждому гражданину России предлагают получить компенсацию за самоизоляцию в размере 15 тысяч рублей. Разумеется, за перевод средства нужно заплатить пошлину. Эксперименты ради я ввел данные человека, который умер в конце прошлого века, но даже учитывая эти обстоятельства, система насчитала почти 130 тысяч рублей по выплатам. То есть этому человеку заплатили бы 130 тысяч. Но, естественно, граждане, поверив, оплачивают пошлину, а вот компенсацию никогда не получат. А еще мошенники предлагают в интернете чудо-средства для борьбы с коронавирусом. Например, очиститель воздуха, убивающий возбудителя заболевания. Или лекарства, исцеляющие от COVID-19. Работают аферисты и офлайн. Под видом проведения бесплатного тестирования или вакцинации от коронавируса проникают в квартиры к доверчивым гражданам. Чаще всего – пенсионерам. А дальше – по накатанной схеме. К гражданам поступают различные смс-сообщения о профилактике, так называемой COVID-19, что необходимо привезти те или иные препараты, которые помогают и профилактируют данную болезнь. Либо какие-то различные спреи, какие-то медикаменты, медицинские аппараты. На эти факты ловки поддаваться не нужно. И ни в коем случае не доверяться никаким YouTube-каналам, где там красивая реклама, вывески о том, что данный иной препарат поможет в данной проблеме. Никаких новых сайтов, через которые можно получить любого рода компенсации, нет. Все делается через официальный портал Госуслуг. Никаких пошлин за получение денежной помощи от государства тоже никогда не было и нет. Так же, как и нет пока чудодейственных вакцин от нового вируса. Помните об этом, получая через интернет или по телефону заманчивые предложения. А если в ваш дом под видом соцработников пытаются попасть незнакомые люди, спросите у них удостоверение и обязательно позвоните в Центр социальной защиты, прежде чем пускать незваных гостей.